В данном уроке создание своей текстуры в архикад, но обо всём поподробнее. Всем привет! С вами Джонник Икс. Перед нами окно программы с подготовленным объектом. Иногда заказчику не требуется наличие визуализации, а достаточно лишь показа самого здания в программе проектирования. Как раз таким плюсом в архикаде является 3D-обзор. Однако есть и минус, впрочем, как и у похожих программ, ограниченная библиотека и текстур. Например, требуется показать разницу между внешним видом здания до косметического ремонта и после. Здесь здание после ремонта. До ремонта это был деревянный барак со сгнившими деревянными стенами и старой крышей из шифера. Первым делом найти эти текстуры. Ищем бесшовные текстуры и с большим разрешением, если такие есть. Редактируем текстуры, если помимо нужного материала на них отображаются другие. В архикаде панели инструментов параметры, реквизиты элементов, покрытие. Открылась диалоговая окно, в котором жмем на кнопку «Новое». Появляется окно «Новое покрытие». В строке «Имя» задаем свое. Ниже способы задания текстуры. Дупликат. Текстура берется в библиотеке, то есть ничего нового, ведь эта библиотека открывается в свойствах объектов. Новый из каталога. Расширенная версия библиотеки, где текстур гораздо больше, достаточно для хорошего проекта, но нужных текстур для моего нет. Заменить настройки с каталогом. Новый из каталога только с текстуры переносится название без возможности редактирования. Так как текстуры брали из интернета, выбираем дупликат. Окей. Если не менять название, текстура сохранит прежнее имя, но с приставкой «Копия». Лучше изменим на покрытие стен. Переименовать. Выносим изменения. Окей. Раскрываем вкладку «Текстура». Кликаем на «Поиск» в окне «Загрузка изображения из библиотеки». Выбираем «Добавить». Находим файл подходящей текстуры и открываем. Правее отобразилась картинка с ее разрешения. Жмем «Ок». Прямоугольная картинка заняла весь квадрат, поэтому растянулась. Для нормального отображения ставим галочку «Сохранить исходную пропорцию». Картинка отображается правильно, поэтому жмем «Ок». Выбираем стену, заходим в диалог параметров. Во вкладке «Модель» активируем покрытие наружной поверхности и раскрываем библиотеку. Ищем «Покрытие стен». Далее «Ок». Теперь стена имеет новую текстуру. Отредактируем текстуру. Параметры, реквизиты элементов, покрытие. Во вкладке «Текстура» изменим размер картинки, в моем случае уменьшим. И ниже представлены четыре варианта расположения текстур относительно друг друга. Чтобы увидеть предварительный результат расположения текстур, в образце поставим 4х4. Далее «Ок». Текстура отображается хорошо. Приступим к текстуре крыши. Создается она аналогично. Правда, с двухскладной крышей возникла проблема. Текстура никак не хочет смещаться к низу крыши. Даже изменение размера текстуры не принесло удовлетворительного результата. Решается вопрос этот так. Правая кнопка мыши по крыше. Разбить на односкладные крыши. Текстура расположена правильно. Кроме того, текстуру можно заменить или удалить. Делается это также через покрытие. Заменить. Кликаем на «Поиск». В окне «Загрузка изображений из библиотеки» выбираем «Добавить». Удалить. Если картинку, то снизу справа удалить текстуру. Однако останется ячейка, куда можно добавить новую картинку. Если удалить ячейку, то сверху справа удалить. А на этом все. Понравилось видео? Не забудь поставить лайк и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание. И до скорых встреч.